Строитесь только в это время, если хотите действительно сэкономить. Всем привет! С вами компания Стройфрост и я Игорь Костенко. В этом ролике я расскажу вам, почему стройка зимой выгодна и как она поможет вам сэкономить не только деньги, но и ваше время. Все почему-то уверены, что строить нужно летом, весной, ну в крайнем случае осенью и никак не зимой. Но в целом какая-то логика, конечно же, есть. Будет тепло, возьму отпуск и буду контролировать строителей, стоя у них над душой с палкой. И в этом определенно что-то есть. Да, но при этом у вас вместо отпуска получается полноценная работа, причем такая в роли прораба, стоя руки в боке и контроля все, что у вас происходит на участке. Так себе скажу вам отпуск и перспективка. Да, конечно, в этом есть большая доля рациональности, потому что в теплую погоду гораздо проще производить земляные работы, заливать фундамент. И в целом какие-то мокрые работы, будь то кладка кирпича там или заливка стяжки, это все гораздо-гораздо проще производить. Да и в целом исторически сложилось так, что зимой лучше надо сидеть на печке и нос лишний раз на улицу не показывать. Но так было раньше. Современные технологии очень сильно скакнули вперед. И сейчас это уже какой-то мувитон, строить только летом и ни в коем разе не строить зимой. Вот возьмем, например, гараж и сэндвич панели. Это то, чем я занимаюсь уже больше 10 лет. И этот гараж прекрасно строится как летом, так и зимой. И более того, строительство зимой позволяет вам сэкономить кругленькую сумму денег. Как именно, сейчас я вам расскажу. Примерно каждый год дорожают цены от 10 до 15%. В пересчете на рубли это получается от 100 до 150 тысяч рублей просто плюсом за то, что вы строить начинаете по весне. При этом дорожают не только материалы, но и стоимость строительных услуг. В итоге, чем больше желающих что-либо построить по весне, тем большим дефиците находятся строители, которые производят эти работы. Короче, если по-простому, чем больше спрос, тем дороже предложение. Кроме того, из-за роста ажиотажа весной, строительные компании и частные бригады перегружены разными проектами. И получается так, что у них очень много работы. И каждый сезон это повторяется из раза в раз. То ли дело зима. Зимой просто перекати поле во многих строительных компаниях. И там гораздо проще получать более выгодные условия на строительство. И это касается, конечно же, и качества работ. О чем речь, да? Если вы строите зимой, то у вас есть возможность выбирать. Потому что есть много свободных специалистов, разные квалификации. Есть много строительных компаний, недозагруженных. По весне этот выбор очень-очень сильно сужается. Потому что работы у всех очень много. И вы рискуете нарваться на то, что вам будут строить какие-то доходяги из Авито. И там потом днем с огнем не сыщешь крайних. Парадоксально, но факт строительства зимой происходит быстрее и эффективнее, чем это будет летом или осенью. Почему так происходит? Потому что основные поставщики уже постепенно, ближе к зиме, начинают разгружать свои объемы производства. И становятся более свободными. А это означает, что материалы они могут отгружать гораздо быстрее. Это раз. Далее, что касается непосредственно строителей, строительных рук. А люди ближе к зиме также снижают количество заказов и у них становится больше свободного времени. Соответственно, просуммировав эти два факта, мы получаем то, что построить зимой реально быстрее, чем построить это осенью или летом. Да, конечно, есть у многих переживания, что из-за короткого светового дня, из-за ухудшающихся погодных условий, строительство может как-то замедлиться, застопориться. Начнешь в декабре, закончишь в апреле. Все это на самом деле именно так. Спорить с матушкой природой это самому себе дороже. Но речь не о неделях и месяцах, а всего о нескольких днях плохой погоды. Так, например, в нашей компании срок ожидания строительства гаража и сэндвич-панелей летом занимает 2 месяца. А если мы говорим о зимнем строительстве, то уложиться можно с лихвой за 6 недель. Почему я топлю за зимнее строительство? Причин несколько. Во-первых, можно неплохо сэкономить как на стоимости материалов, так и работ. Во-вторых, можно сполна насладиться гаражом в зимний период. Так, например, счастливые обладатели гаража, они уже забыли, что значит выкапывать свой автомобиль зимой из сугроба. Или очищать щеткой толстый слой наледи с лобового стекла. Да, и, конечно же, прогревать. Долго-долго-долго греть машину не нужно, когда у вас есть гараж. Всех этих недостатков нет, и вы можете реально кайфануть. Ну и, наконец, в-третьих, гараж из сэндвич-панелей строится что зимой, что летом одинаково абсолютно, потому что здесь нет мокрых работ. Гараж собирается, по сути, как конструктор из полностью заготовленных в заводских условиях деталей. Что касается нас, то мы в компании Стройфрост очень активно топим за зимнюю стройку. Почему так? Да, потому что, во-первых, мы даем честную гарантию 3 года. Независимо, когда мы вам построили гараж, будь то лето, весна, осень или зима, у вас реально есть срок 3 года по договору, к которому мы приезжаем, исправляем все возможные недостатки, которые могут вскрыться потом, в процессе эксплуатации гаража. Это раз. Ну, а во-вторых, как я уже говорил про экономию, да, мы сейчас активно очень продвигаем эту историю и даем небывалые просто предложения на строительство в зимний период. Переходите по ссылке в описании, наши менеджеры с удовольствием расскажут о всех условиях зимнего строительства в нашей компании. А что же насчет фундамента? Его-то точно гораздо сложнее делать в зимний период. Здесь также не стоит переживать. На самом деле есть несколько опций, как построить зимой и вообще не париться на эту тему. Давайте рассмотрим все эти варианты. Вариант первый. Это, на мой взгляд, самый оптимальный вариант. Залить фундамент до наступления холодов сейчас и к моменту уже наступления зимы можно совершенно спокойно начинать заниматься быстро возводимым строительством и ни о чем не переживать. Когда вы заливаете фундамент вот в этот переходной процесс октябрь-ноябрь, то у него хватает времени на то, чтобы схватиться, набрать полноценную прочность и все. Дальше уже совершенно с ним ничего не случится. При этом, как я уже говорил, строить можно на готовом основании даже в самые лютые морозы, потому что во всем процессе строительства отсутствуют любые мокрые работы. Гараж собирается как конструктор у вас на участке. Второй вариант это свайно-винтовой фундамент. Здесь вообще нет никаких мокрых работ при устройстве этого фундамента. Поэтому сваю можно закрутить в самый-самый страшный даже мороз и не переживать о том, что что-то случится потом со сваей, когда земля оттает или что-то пойдет не так. На самом деле, смотрите, в чем суть. Ведь когда у нас стоят крепкие морозы, промерзает только небольшой верхний слой грунта. А внизу грунт по-прежнему такой же мягкий и в него прекрасно вкручивается свая. То есть при установке свай важно соблюдать всего одно условие. Оно заключается в том, что использовать только механизированный монтаж. Никакие вот эти ручные установки свай с этими воротками для этого не подходят. Просто тяги у людей не хватит вкрутить сваю в мерзлый грунт. То ли дело, когда работает специальная техника. В итоге сваи вкручиваются, устраивается обвязка всех этих свай, чтобы сваи не гуляли. И все, основание готово для строительства гаража. По весне, по весне остается там сделать какую-то легкую стяжку или постелить брусчатку. И вуаля, гараж готов. Как мы с вами выяснили, зимнее строительство это вполне себе адекватная история. И благодаря ему вы сможете провести уже следующий летний отпуск у себя на участке, на даче. Просто кайфовать, попивать какие-то напитки и наслаждаться, наслаждаться загородной жизнью. А не стоять в сапогах и не контролировать горе работяг у вас на участке. В общем, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. С вами был Игорь Костенко. До новых встреч. Пока.